Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф и обсудим новый хрюкбанк. Мукбанк, ребрышки, барбекю и фри. Не полезно, но как вкусно, беженцы из Украины. Ну, кто бы сомневался, кто бы сомневался, что они будут отказывать себе во вредных продуктах во благо своему здоровью и во благо того, чтобы быть стройными. Но нет, им хочется дальше нажирать свои бока, нажирать прыщи, нажирать болячки. И это девчонки 24 года. Знаете, такое чувство, что уже есть серьёзная зависимость в этом плане. И вот они начинают, похоже, как старостенки. И их впереди ждёт то же самое. Настя показывает кучу всяких майонезных соусов, картошка фри, ребрышки барбекю. Ну и, естественно, естественно, пиво. Как же без пива, да. Хотя это что-то как бы и не пиво, но всё равно какой-то такой своего рода алкогольный напиток. Пока показывала ребрышки, так понтовалось, так понтовалось, что аж вывернула их. Про пиво сказали. Мы вообще-то пиво не пропагандируем, это корона, но любим. Вы знаете, кто бы сомневался, что они любят алкашку. Тут не только пиво они любят. Мы с вами прекрасно видели, в каком они состоянии бывают. Но благо, что мы, ребят, с вами их уже перевоспитали. Представляете, это уже нет стримов этих дурацких, где они визжали, как ненормальные, пьяные, в стельку. И теперь хоть ведут себя более-менее прилично на стримах. Хоть скукотища, конечно, не о чем поговорить, да. И аудиторию не могут собрать, потому что трезвёхонькие. Но, по крайней мере, не бухают и не визжат. Как всегда, Анька посадила Настю на камеру, как обезьянку. Поесть да покривляться, как всегда, всё руками облапать, обцапать и вести себя безобразно при том, когда она ест. Ну, Анька-то себя не хочет показывать, да. Не хочет показывать, потому что, видимо, сама не умеет есть культурно и красиво. Нахваливают рёбра, и Анька за кадром говорит, что майонезик – это зло. Это зло! Так что ж вы жрёте всё это? А, так вот в чём дело. Злые такие от майонезика и постоянно в возмущениях и шоке. И, видимо, от майонезика всё не устраивает. Ну, так в чём дело? Нужно перестать просто есть майонезик. Но нет, это не для девочек. Они всё равно будут жрать всё подряд. Жрут безобразно. Одновременно ещё и болтают вместе. Они вот не могут, понимаете. Если говорит одна, обязательно надо второй вмешаться. Вообще всё это любит Настенька. Она любит постоянно говорить тогда, когда говорит Аня. Но я вот заметила, что Аня от неё тоже не отстаёт. Говорит Настя, Аня тоже за кадром начинает бубнить. В общем, они одна одну стоят. Завтра, говорит, поедем на фестиваль. Да, якобы будем снимать вам. Да, Марина говорила же, Анька сказала, что это за фестиваль. Ну, и Настя продолжает. Есть, болтать, пальцы эти облизывает. Фу, отвратительное зрелище. И ведь есть же рядом салфетка. Ну, возьми ты эти пальцы, вытри. Ну, а если ты не можешь и обсасываешь их бесконечно, и у тебя это уже привычка, обсасывание, облизывание пальцев, ну, тогда не снимай. Фу, отвратительное зрелище. Я всё понимаю, что не все прям такие идеальные, не все прям, знаете, не облизывают пальцы. Но, по крайней мере, это же не на всемирное обозрение. Ну, и дальше Анька заявила там, что какой-то есть комментатор, который попадает постоянно в спам. И там такие комментарии, такие комментарии. Анька начиталась, что просто жесть. Ну, а Настяка рассказывает, что будут они снимать там всякие показы, да, и будут нам показывать. Ну, а там будут демонстратировать. Демонстратировать. Не демонстрировать, а демонстратировать. Ну, слушайте, ума палата. Слушайте, я вот посмотрела на Настю, и мне показалось, что она практически и не жует точно так же, как и Юлька. Точно так же глотает тут же, два раза перекинула во рту и тут же заглотнула. Ну, я не знаю, это что получается, такая уже зависимость от еды, такая любовь к жрачке, что лишь бы утробу набить и даже не почувствовать вкус, Анька, видать, тоже набивает рот по полной. За кадром слышно, что прям вот с набитым, с полным ртом что-то пытается там рассказывать про пиво. Жесть, вот как они любят всю эту вредность, пиво, как же они от всего зависимы. Дальше Настя сказала, что, ой, мне советуют чеснок есть и даже его не жевать, а просто запивать зубчик чеснока. Так это действительно есть такое. Ну, только зубчик нужно разрезать просто на две части. И да, как таблетку запить водой. Ну, а Настя же глупая, она вообще ничего никогда нигде полезного не читает. Ну, вот только бы пожрать, поспать, по магазинам побегать и всё. Кстати, я даже заметила, что она, когда ест, дёргается, этими руками машет, эти плечи ходуном ходят. Она даже есть спокойно не может. Ну, видимо, это от камеры. И на камеру она так выплёскивает, возможно, эту недостачу внимания. Ну, хотя, когда у Марины сидела и её колбасило, вот прям колбасило прямым текстом, ребят, ну, тогда я не знаю, как она на камеру реагировала. Мне кажется, что просто у девки какой-то вот как тик. И это ненормально. Это ненормально. С такими проблемами нужно и правда обращаться к специалистам, ну, или взять жёсткий контроль над собой, чего она не может. Вот сто процентов не может. И чавкает, и носом эти сопли гоняет. Фу! Получается, закусывает соплями. Ой, ребят, сказала, и мне аж поплохело. Ну, и дальше огромный такой кусман ребрышек забрала Анька себе, чтобы затолкать в живот. Наська, получается, уже наелась. Ну, понятное дело, Анька-то больше, чем Наська. И в неё жратвы надо уложить гораздо больше. Хотя, вы знаете, мне кажется, уже и Наська скоро Аньку догонит. Они же, считай, жрут практически одинаково. Ну, ежели только Анька чуточку больше. И всё равно Анька не выдержала. Оказывается, пропащий кетчуп. Невкусный, да, по акции, но ужасный. Не может она, чтобы не возмутиться, что что-то ужасное. Так зачем вы покупаете ужасное, если вы потом всё ноете? Ну, не покупайте. Идите в русский магазин, там покупайте то, что вы знаете. А то наберут, а потом завывают. Ну, и дальше Наська всё доела. Ручки обтряхнула одна об одну. Сказала, что пиво потом допьёт. Горькое. Ну, и говорит, если кого интересует по поводу ребрышек, я потом упаковочку вам покажу. Ага. И все попрутся срочным образом в Германию, чтобы закупаться ребрышками. Вот как скажут. Хоть стой, хоть падай. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok